Здравствуйте! Наша программа о людях и о жизни в самых разных ее проявлениях. Сегодня мы расскажем вам о некоторых главных событиях лета 2012 года. Что может быть важнее семьи, любви и верности? 8 июля в России дарят ромашки, играют свадьбы, чествуют семейные пары, отметившие золотые и бриллиантовые юбилеи. Этот праздник уже обрел свои традиции. Крепкая семья – основа сильного государства. Большой праздник в честь Дня семьи, любви и верности сегодня собрал 32 пары разных поколений. Для столицы Забайкалья это уже традиция. Среди гостей – супруги, которые только начинают семейный путь. И пары, прожившие 40, 50 и даже больше 60 лет. Валерий Владимирович и Татьяна Ильинична Трейга в августе отметят 51 год супружеской жизни. У них дочь, трое внуков и правнучка. А секреты их долголетия в браке очень просты. Мы уступаем друг дружку. Один ворчит, другой молчит. И получается согласие. И все, уступаем. Лучше всего, когда дети живут отдельно от родителей. Ну, сами по себе, чтобы тогда у них больше согласия во всем. А то один слушает свою мать, другая свою и начинается что-то не так. Денис и Елена Колесниковы отмечают годовщину свадьбы. Год назад именно здесь родилась их семья. Сегодня они пришли уже втроем. Сыну Глебу три месяца. Формула их счастья тоже очень проста. Надо любить друг друга и чаще об этом говорить. У нас были как и хорошие моменты, так и не очень хорошие моменты. Но мы эти испытания прошли достойно. И вот результатом всего этого года жизни у нас вот такое чудо по имени Глеб. Мы просто дарим друг другу теплые слова. С Денисом постоянно друг другу делаем комплименты, хвалим. Всегда стараемся поддерживать положительное настроение и настроение в семье. Счастливую эстафету Колесниковы сегодня передали молодоженам Ольге и Дмитрию. Теперь этот день 8 июля для сегодняшних молодоженов станет навсегда особенным, как и день знакомства. Вначале на фотографиях я понравился девушке. Потом я решил, осмелился позвонить, и мы встретились. С того дня мы до сих пор вместе. Это было в 2007 году. К сожалению, по статистике почти половина семей распадаются. Однако работники ЗАГСа, регистрируя брак, каждый раз надеются, что эта семья будет крепкой. Те пары, которые уже прожили какое-то время, они, конечно, более надежные. Молодая приходит пара. Бывают разные пары. Бывают пары, которые светятся любовью, и видно, что, может быть, дай бог, они будут жить долго и счастливо. Бывают пары, которые вступают в брак по необходимости. Их тоже видно. И тем не менее, мы надеемся, что они будут жить долго и счастливо. Награды от губернатора сегодня получили шесть семейных пар. Это люди, которые не просто пронесли свою любовь через всю жизнь, но и воспитали достойных детей. Те пары, которые стали примером для молодых. Сегодня в Читинском ЗАГСе было зарегистрировано 16 браков. Вдвое меньше, чем в этот день в прошлом году. Возможно, это из-за того, что 2012 год високосный. Биатлонисты Маргарита и Артем не суеверны. Молодожены волнуются. Сегодня сильнее, чем даже перед самым ответственным стартом. Кстати, Маргарита в девичестве Филиппова в этом году стала бронзовым призером чемпионата мира по биатлону. Трясет немножко. Волнуюсь очень сильно. Ну, радостью тоже переполняет. Все, душа, все кричит, все бурлит, все кипит. Пять лет уже встречались с Маргаритой. И мы спортсмены. Спортсмены – это люди, которые четко планируют свои планы на дальнейшее. И по течении пяти лет мы после учебы решили заключить нашу за браком. И вот этот день наконец настал. Почетным гостем на регистрации стал Равиль Гениатуллин. Муж почти с 35-летним стажем дал напутствие молодой семье. И, конечно, вручил подарок. Брак ваш регистрируется накануне замечательного праздника. Это еще молодой совсем праздник. Праздник любви и верности. Вы люди спортивные, упертые, борющиеся за победу, не уступающие никому. Вот на семейной жизни это надо отбросить и поступать диаметрально противоположно. Одно из главных событий июня – межрегиональная выставка племенных овец и коз. В Чите она проводится с 2004 года. В ней принимают участие животноводы со всей Сибири. Для нашего региона выставка уже стала визитной карточкой. Свободный выпас в общем стадии для кандидатов на участие в выставке недоступен. Отборные бараны и овцы – лучшие представители своей породы – в течение всего года содержатся в закрытых условиях. Своими животными в племзаводе «Дружба» гордятся. Аргунский тип забайкальской тонкорунной породы был выведен в этом хозяйстве в 2007 году. Выставочные овцы требуют особого ухода. Чистка шерсти – ежедневная процедура. Животные к ней уже привыкли. В течение последнего месяца более активно идет работа. И причем на каждого животного. Каждый день мы стараемся уделить какое-то время. Животные кушают, попадают и корм, и сено. То есть все это остается. Это необходимо убрать. С прошлого года в племзаводе стали применять новые технологии в учете поголовья. Теперь номера животных фиксируются не клеймом или ушной биркой. Селекционным баранам и овцам вшивают под кожу микрочип, информация с которого считывается с помощью сканера. Уже на животное открыл, знаешь, под каким номером, какое животное. И номера в дальнейшем полученному приплоду присваиваются от этой матки. Как бы облегчает очень значительно учет животных. Своих животных племенной завод «Дружба» представлял на всех восьми сибирско-дальневосточных выставках. И каждый раз получал высокие оценки. В этот раз престиж хозяйства будут защищать два барана-производителя, два годовалых самца, две овцы-матки и две ярочки. Племенной репродуктор «Мустанг» из Хакасии участвует в выставке «Второй год». В этом году привезли 10 овец эдильбаевской грубошерстной курдючной породы. Бараны по три года. Молодые баранчики по одному и два. Матки с ягнятами и ярочки. Готовили на неделю за четыре. Ну, что у них особенное? Самое особенное в них – это курдюк, как и называемый. Он может до максимума до 50 килограмм доходить. Просто кусок сала. Ну, жир там, жир, просто один жир. Всего в племенном репродукторе «Мустанг» более двух тысяч овец. А вот в приоргунском хозяйстве их в три раза больше. Уже в седьмой раз забайкальские фермеры привозят в Читу овец забайкальской тонкорунной породы. В 2010 году мы выиграли главный приз. Это пикап нам подарили. Ну, в прошлом году у нас было две золотых медали. Одна серебряная и одна бронзовая. Бортовая газель от министра сельского хозяйства России, Нива от президента республики Бурятия и Гуран – приз губернатора забайкальского края. Свою работу презентовало 41 хозяйство из республик Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, а также Алтайского края и Забайкалья. Специалисты отмечают – соперничество между животноводами становится все более ощутимым. В специальной комиссии оценивали происхождение, потомство, племенные и продуктивные качества животных. С одного барана агрокооператива Цухтохангил Забайкальского края можно настричь 10 мужских костюмов. Именно столько получается с 10 килограммов шерсти, которую он наращивает за год. Значит, один костюм будет стоить минимум 50-60 тысяч рублей. Однозначно. Это же чисто шерсть будет. Еще одна задача выставки – научная. Специалисты уже знают, к примеру, как методом селекции увеличить количество шерстинок на одном квадратном сантиметре овцы с 3,5 до 10 тысяч. Здесь решаются задачи, важные для экономики всего Забайкалья. Работают над созданием новых типов, новых видов животных. Работаем сейчас вообще над изменением как бы в сторону мясного направления, потому что мясо баранино с каждым днем все больше и больше пользуется спросом. Местные разработки селекционеров затем используются и в других регионах. Хозяйство мустанг из республики Хакасия еще три года назад животных не имело. Сегодня, во многом благодаря многолетнему участию в выставке, поголовье насчитывает 2800 овец мясосального направления. А вот республика Тыва, кроме шести своих хозяйств, познакомила участников и гостей с древними развлечениями чабанов. Это старинная игра животноводов. Это маловерцовая кость барана. Вот эта нитка должна выйти его, и мы должны его перевести в эту сторону. Сегодняшний днем как кубик-рубик. Экспертная комиссия работала шесть дней. В итоге Нива досталась СПК «Победа» из республики Бурятия. Приз губернатора Забайкальского края «Автомобиль Гуран» уехал в Могой-Туйский район, в племм хозяйства Догой. А приз министра сельского хозяйства России «Грузовую Газель» выиграл постоянный победитель выставки «Племзавод Дружба» Приоргунского района. Мы лучшие! По медали золотой, серебряной и бронзовой получили также лучшие животные в каждой из 15 представленных на выставке пород. Участники разъезжаются, но впереди у них еще много работы. Основательно подготовятся к юбилейной, 10-й выставке «Овец и коз» в июне следующего года. Стрижку овец часто сравнивают с уборкой урожая. Это своего рода показатель работы животноводов, которые знают, правильно снять руно с овец и баранов – целая наука. Нужно не повредить ценный материал и не поранить животное. Тяжело и физически. У стригалей пот катится градом. У каждого из них свои способы и приемы. Чингис Жамбалов использует новозеландский метод, то есть стрижет овцу, когда та лежит на спине. С стригалем работает с 13 лет, хотя по образованию – учитель рисования. Чингис Мастер своего дела. Запросто может постричь за день и 130 животных. Работа нелегкая. Кому ухота работать, тот всегда труда-то не боится. А вот говорят, что стрижка овец – это искусство. Вы согласны? Согласен. Во многих странах мира стрижку овец считают видом спорта. С 1977 года даже проводят чемпионаты мира. Но дальше всех пошли новозеландцы, которые считают, что стрижку овец нужно включить в программу Олимпийских игр. И если бы такое произошло, то можно с уверенностью сказать, что наши мастера стали бы одними из победителей. К примеру, лидером сборной мог бы стать сегодня Анандо Зыбжитов, который пострек овцу быстрее многих. Да и опыт у него огромный – 35 лет в животноводстве. Овца была танкоронная, из села Кусочи. Стриг, говорят, за три минуты. Метод свой, метод, как я учил, так и стригу. К слову, забайкальские стригали выступили лучше своих коллег из других регионов. Но есть чему учиться. Нужно еще набираться опыта. Это одна из целей сегодняшнего мероприятия. Но есть и другая, куда важнее. Ну вот это шоу мы проводим для того, чтобы как бы привлечь молодежь к тому, чтобы работать. Потому что мы говорим увеличение поголовья, а поголовье увеличивание, значит, все равно их стрижь нужно. А без стрижки как? Потому что шерсть сама не отпадет. А в любом случае это рабочая сила нужна. А то поколение, которое стригли раньше 70-80, они уходят уже возрастные. А молодое поколение еще пока не можно научить. О проблемах сегодня старались не думать. Но куда без этого. Цена на высококачественную забайкальскую шерсть всего 80 рублей за килограмм. А такая машинка для стрижки стоит 20 тысяч рублей. Комментарии здесь, наверное, излишни. Но думать о грустном некогда. Впереди аукцион. На кону племенные бараны, ярочки, овцы и козы. Все как на подбор. Породистые, с богатым руном. К тому же ровесники. Все животные родились в 2011 году. Пока покупатели прицениваются, все 37 лотов мирно жуют травку в загонах. Вот номер три. Годовичок баранчик. 65 килограмм живая масса. 7700. Раз. 7900. Раз. 8100. Раз. 8100. 8100. 2, 8300. Продан 6. Все, продан. Покупатели из Агинского довольны. Удалось приобрести двух племенных баранов забайкальской танкорунной породы для воспроизведения. Говорят, недорого, если учесть, что гости из Алтая продают животных по 25 тысяч рублей. Рады, конечно, и продавцы. Так, интерес к животным, блин, завода комсомолец только усиливается. Приятно. Вы на правильном пути, покупатели. Животных племь завода «Дружба» при Аргунского района также покупали охотно. Пять ремонтных баранчиков приставили сегодня на аукцион. И как бы нас сегодня удовлетворили результаты аукциона. Первый раз мы участвуем в таком мероприятии. И думаю, что на будущее мы еще достойнее животных приставим на аукцион. Ежегодная выставка племенных овец и кос имеет огромное значение для региона. Ведь демонстрируемые здесь результаты работы лучших забайкальских животноводов – пример для всей отрасли. И не только нашего края. 15 июля мы отмечаем 100-летие забайкальского футбола. Именно в этот день, в 1912 году, в Чите был сыгран первый футбольный матч. В июле будет много интересных событий. И я желаю вам всего самого доброго, стать участниками и свидетелями этих событий. Встретимся, как обычно, в следующий понедельник на Чайковского, 8. Редактор субтитров А.Семкин